Добрый день! Хотел с вами поговорить о такой теме, как что ждет иммигранта, какая работа в Греции. Если вы не знаете языка греческого и знаете немножко английского. Первая работа, самая распространенная, это в гостиницах, это посудомощи. Вот, мыть посуду, кастрюли, пялки, тарелки там и так далее. Вторая профессия, это уборщик. Третья, это уже, если вы знаете хотя бы немножко, чуть-чуть английский и немножко понимаете по-гречески, вы можете устроиться в УИФОС Сервиторос. Это помощник официанта. Вот, потом так же, если вы, опять же, знаете английский и немножко греческий, вы можете устроиться к грумом в гостинице, работать. Вот, грум получает бурбуары, сервиторы тоже. Можно какие-то пару копеек иметь каждый день. Куда пойти, когда вы приехали, ничего не знаете? Идите сразу в большую гостиницу, потому что в большой гостинице набирают большое количество персонала. Вот, и соответственно, вас туда возьмут на какую-то должность. Не обязательно, что она будет хорошая, но вы устроитесь. Какой плюс в больших гостиницах? У них большой сезон, потому что очень много людей у них задерживаются. Чем больше гостиницы, тем больше людей. Значит, в гостинице есть бассейны, спа-салоны, какие-то стеатории. Стеатория это как обеденные холлы, где они кушают люди. Чем меньше какой-то это будет таверна, либо бар какой-то, тем меньше сезон. Это будет 3-4 месяца, если в больших гостиницах, то это будет 6 месяцев стабильно. Большая гостиница интереснее тем, что она оформляет официально. Как бы со всеми документами, со всеми бумажками для вас это хорошо, если вы будете постоянно жить здесь. Если вы идете к частнику, в маленькую таверну, ему, соответственно, невыгодно вас оформлять. Он будет вам платить там на 5-10 евро, может больше. Но вы будете работать неофициально. То есть у вас ни страховки не будет ничего, а за границей страховка это очень важно. Я сам по себе знаю, потому что я сломал руку, и мне выплатила страховка деньги. Вот. Так что что-то, если случится такое серьезное, то страховка нужна. Либо же вы будете платить за свой счет. А за свой счет это очень дорого здесь лечиться. Так что лучше искать работу официально, с документами, со страховочкой, со всеми делами. Что еще такое по работе? Ну, тяжело. Первые года, когда кто приезжает, новый, тяжело очень устроиться, найти что-то через знакомых. Надо пытаться куда-то всунуться. Вот. Ну и показать себя с лучшей стороны. Вот. А если же вы придете и не будете ничего делать, будете всем огрызаться. И, соответственно, вас пошлют далеко и надолго. И на ваше место еще 50 таких есть. Вот. Потому что в Греции очень много албанцев, которые дерутся за работу, можно так сказать. Они перебивают всю работу. Я уже говорил об этом. Они работают везде, и они работают за очень низкую плату. Так что смотрите. Не думайте, что в Греции здесь шоколад. Здесь не шоколад. Здесь работы сезонные. И очень тяжело это найти. Это уже те, кто живут, допустим, как я. Я уже живу здесь. Не первый год. Я уже знаю, куда пойти, где. У меня постоянная работа есть. А те, кто приезжает, смотрите, вы учите лучше сразу язык. Или английский, или греческий, но вы его должны знать. Без этих языков вас не возьмут на нормальную должность. Но это везде, во всех странах, в принципе. Так, без языка. Вы пусть будете супермастер. Фломастер там. Но у вас ничего не получится. И, кстати, допустим, я с Украины. Украинские дипломы в Греции, они не проходят. Они здесь, эти сертификаты, не действуют. Так что, если кто-то думает, там, я закончу там дома в Украине какие-то курсы. Вот и буду работать по профессии потом здесь. Нет, не получится так. Не получится, потому что они не смотрят на это. Они не действующие. И они хотят только ихнии, ихнии документы, чтобы ты учился у них в Греции здесь. Ну, вроде бы так, все. Ну, если что, пишите, спрашивайте, что-нибудь расскажу. Всем пока.